на изображении «Водопад в лунном сиянии». Очередной сборник сбору по сосенке о разном. Виталий Сундаков. Об американцах. Гражданин Соединенных Штатов Америки. Ты его спрашиваешь. Ты кто? Я американец. Я говорю. О, я так люблю Америку. Правда? Да, мне Венесуэла очень нравится. Он говорит, нет, я американец. А, Боливия. А, Мексика. Он говорит, да нет, Америка. Что ты континент-то называешь, Америка? Страна-то у тебя есть какая? А, Соединенные Штаты. Вот ваши Соединенные Штаты соединились вместе. И как они называются? Никак. Просто Соединенные Штаты и все. То есть даже названия у вас нет, ребята. А название материка – это название материка. Но не ваше. Источник текста из короткого видео «Сундаков об американцах». Иллюминированный мир. Однажды вечером кот, которого Никола любил дразнить и тискать, удивил его. Собираясь зажечь свечу, мальчик прошел мимо кота, решив попутно погладить любимца. И под его ладонью засверкали искры. Он проводил взглядом руку, погладившую кота. И между своей рукой и кошачьей шерстью увидел сияющую полосу. Видимо, это тоже был чудный феномен Божьей природы. «Нет, ты только посмотри, в самом деле!» – восклицала Джука, мама Николы. Мелутин Тесла понял, что это электрическое явление. В том не было никакого сомнения. Он объяснил сыну это явление, как умел. Никола запомнил, что именно тогда ему пришла мысль о том, что природа – это большая кошка. В голове мелькнуло «Но кто ее гладит?» «Мы живем в иллюминированном мире!» – шепнул Мелутин сыну и жене. «Что значит «иллюминированный»?» – тоже шепотом спросила мать Николы. Освещенный изнутри. Из книги Никола Тесла «Портрет без масок». Автор – сербский писатель Владимир Пештала. Год издания 2010-й и ссылка на источник. Наследие предков – это крыша мира, гигантская изолированная пустыня, высочайшая из всех горных плато. Мы планируем пройти по меньшей мере 1700 километров вглубь Чангтанга. Это тибетское название с синонимом невзгод и запустения. На всем плато нет других растений, кроме полыни, крапивы, немногочисленных карликовых ив, до той сухой, выжженной солнцем и гольчатой травы, которую сейчас несет ветром. Его границу населяют лишь два трудно уловимых кочевых племени. Главная роль Шарпа, второго по старшинству после Гулама – предотвращать своим колдовством град. В считанные минуты небо здесь могут затянуть ужасные тучи со смертельной начинкой. В одном из первых европейских отчетов об этом плато приводится список из пятерых погибших, и напротив каждого имени значится «убит градом». Мы ищем Йети. Говорят, когда Александр Македонский покорил весь известный мир, когда он, наконец, завладел даже долиной Инда и довел свои фаланги до головокрушительных пропастей и утесов Кашмира, небольшой отряд получил от него задание изловить Йети, которые маячили на самых вершинах, дразня его своим видом. Отряд погиб, и Йети ускользнули от знаменитого полководца. Плиний-старший, который позже стал жертвой своей собственной тяги к знаниям, пытаясь изучить естественные процессы во время извержения Везувия, утверждал, что в земле сатиров, в горах к востоку от Индии, обитают чрезвычайно проворные существа, способные бегать как на двух ногах, так и на четвереньках. Они подобны людям и так шустры, что поймать можно только старое или больное. Элиан, историк времен императора Септимия, сообщает, что и легионы последнего потерпели неудачу с теми же сатирами. По его словам, они с головы до пят заросли косматой шерстью и удивительно метко бросают камни. А еще в 1832 году первый британский представитель в Непале описал неизвестное прямоходящее существо, покрытое длинными темными волосами и не имеющее хвоста. Но, конечно, настоящий интерес к йети вспыхнул на Западе лишь после того, как их следы якобы обнаружил ученый, знаменитый специалист по Тибету Лоуренс Уотделл. А в 1921 году о загадочных животных на северных склонах Эвереста на высоте в 19 тысяч футов, 5790 метров, сообщил натуралист Говард Берри. И тогда же некий репортер перевел тибетское имя Йетти как отвратительный снежный человек, ошибка, от которой мы страдаем до сих пор. Это отрывок из рассказа «Наследие предков» об экспедиции Аненербе в 1939 году на плато Тибета. Автор Джим Шепард. И ссылка на источник. Занимаясь раскопками на границе Перу и Боливии, недалеко от озера Титикака, группа ученых обнаружила очень странное захоронение. «Странность заключалась в том, что черепа у найденных человеческих останков были раза в три больше нормальных размеров». «Южная Америка – настоящая копилка тайн, но такой сенсации мы не ожидали», говорит руководитель экспедиции доктор антропологии Ким Сон Хэ. «Мало того, что размеры черепов весьма необычны, останки настолько древние, что когда их обладатели здравствовали, инков еще и в помине не было». Исследования скелетов показали, что принадлежали они существам, близким к европеоидному типу. И на изображении артефакты со дна озера Титикака. Это был отрывок из книги «Самые невероятные случаи», автор Николай Непомнящий и ссылка на источник. Фамилия Павла Березы, члена правления акционерного Камчатского общества, произошла так. Дед его, Еремин, покинул Одессу с первыми переселенцами на Дальний Восток. Из степи, полей, из стороны невысоких холмов люди попали на деревянную скорлупу парусника. Океан, теснота, жара, чудеса невиданных краев измучили путешественников. И когда они ступили на землю на другом конце света, им больше всего хотелось найти что-нибудь свое, родное. Владивосток встретил деревянными домишками, разбросанными по берегу бухты, кривыми немощенными улицами, дубовой тайгой по сопкам, быстрыми холодными потоками в распадках и следами диких зверей, забредающих на городские окраины. Все было чуждо, огромно, неприютно. Получив в переселенческом управлении проводника, партия двинулась по берегу Амурского залива. Слева от тропы берег сразу обрывался в море. Оно лежало внизу, то в сотне сажений, то в десяти. Справа по отвесным кручам взбиралась тайга. Ничто не напоминало милых рощ и холмов Родины. На первом привале у реки Седанки на маленькой полянке, заросшей кустами шиповника, переселенцы наткнулись на березу. Увидев серебристую кору, мелкие такие знакомые листья, дед Павла не выдержал, бросился к березе, обнял ее ствол и заплакал. «Эх ты, береза!» сказал его сосед и родственник Федотов. И неожиданно увековечил новую фамилию. Прозвище «Береза» с течением времени окончательно вытеснило фамилию Еремин. Камчатка. Огромный, но в сущности еще не открытый край. «Вот что», сказал Береза, «я сейчас отправлюсь на Чуркин к Филиппову напомнить о приезде японских рыбопромышленников и о том, что ему нужно это событие увековечить в кинохронике». Троян кивнул головой. Он служил инструктором по счетоводству в коллективах Биржи Труда. Но с прошлого года его перестали манить цифры и их логическая убедительность. Это случилось неожиданно. К октябрю редактор стен газеты предложил ему написать стихотворение. Троян даже возмутился. «Какое стихотворение? Что ты, друг?» Но друг сказал спокойно «Всем известно, ты пишешь стихи. Нечего держать их под спудом». «Как ты узнал?» изумился Троян. «Собственными глазами видел твою тетрадку в кожаном сиреневом переплете». «Тогда сдаюсь», сказал Троян. Стихотворение он написал и с тех пор стал сотрудником не только стенной газеты, но и местной областной. Стихи он начал складывать еще в детстве, в деревне, когда пас мирских коров. В то время он не придавал стихам никакого значения. Слова складывались в песню, песня пелась, жизнь тяжела. Едва он подрос, как пошел за плугом, спахивая давно истощенный клочок земли, который должен был прокормить десяток ртов. Однако в 1916 году судьба его изменилась. В воинском присутствии измерили его рост, ширину плеч и зачислили матросом в Балтийский флот. В 1918 году он отправился в кругосветное плавание. Много чудес показал ему свет. Показал моря, навсегда полонившие его сердце, показал земли и города, о существовании которых он не подозревал. То спокойное, каменное, освещенное сдержанным северным солнцем, где сама суета не казалась суетой. То южное, точно построенное из синевы неба, белизны облаков, изумруда моря, солнечного блеска, шумное, полное, горячей, неспокойной жизни. В другое время эти чудеса способны были бы покорить Трояна. Но то было время революции. И с теми чудесами, которые раскрывала она, сравниться не могло ничто. В Америке моряков сняли с судна. Они принадлежали к стране большевиков и были носителями заразы. Концентрационный лагерь, колючая проволока, часовые, недоумения и с каждым днем всеувеличивающаяся толпа любопытных. На изображении США концентрационный лагерь для интернированных японцев 1942-й. Разные были любопытные. Одни под руку со своими женщинами подходили к проволоке как к клетке зверинца. Они наблюдали заключенных, курили, переговаривались между собой и глаза их поблескивали холодным настороженным блеском. Другие прорывались к проволоке, хватались руками за коле и кричали голосами сильными и задорными. И хотя моряки не понимали, что им кричат, но понимали, что это друзья и отвечали такими же задорными голосами. Наверное, кое-кто был бы непрочно всегда оставить русских за колючий проволок, но это было опасно, ибо возбуждало умы и накаляло страсти. После некоторого замешательства, не зная, что делать с пленными, власти решили отпустить их на все четыре стороны. В этот день у лагеря собрались тысячи людей, среди них были друзья, враги и равнодушные, для которых все это было только щекочущей нервы сенсации. С холодком испуга смотрели они на раскрывающиеся ворота, откуда должны были выйти русские медведи, большевики, и, как предупреждали бульварные газетки, броситься на людей. И вот русские вышли. Троян увидал окаменевшие на миг в настоящем страхе лица зрителей. Стало смешно и стыдно за людей. Они собирались уже ступить на узкую дорожку, охраняемую полисменами, но в это время из толпы, протягивая руки с плитками шоколада, вырвались американские девушки. Медведи приняли плитки, не зарычали, не укусили. Девушки подхватили их под лапы и повлекли через восторженно заоравшую толпу. Моряки были в руках друзей. Да, много друзей и в Америке. Троян целый год прожил в Америке. Армии Антанты наступали на Россию, дороги домой были закрыты. Нескоро устроился он на американский транспорт, который доставил его во Владивосток. Это было время жестокой борьбы, время интервенции. С одной стороны, верховный правитель Колчак, Харбинский правитель, верховный уполномоченный генерал Хорват, атаманы Семенов и Калмыков, дельцы, наводневшие город, продававшие и перепродававшие все. Кофейни и рестораны полные этими подонками уходящего, но вооруженного до зубов мира. С другой стороны, рабочие и матросские слободки, судостроительный завод, грузчики, учителя, все было напряжено в борьбе, в ожиданиях, в надежде. 1949 год, советская проза. Это отрывки из книги Концессия, автор Павел Долецкий, и ссылка на источник. И напоследок, как бы нас не мучили и не казнили, а людей хороших все одно не убывает на русской земле. Из книги Божий мир, автор Александр Донских, книга 2018 года издания и ссылка на источник. А дальше вы прочитаете все эти книги сами, если захотите. На этом всего, всего хорошего. Читайте книги, с ними интереснее жить. Юрий Шатохин, канал Веб-Рассказ Новосибирск. Все ссылки на эти книги будут даны в описании под этим видео и в комментариях. До свидания.